МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. На канале БУК-ТВ большие итоговые новости. В студии Виктория Гапутина. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема сегодняшней программы. Рабочие профессии – это востребовано, престижно, оплачиваемо. Брестский государственный торгово-технологический колледж готовит креативных нужных специалистов. С 1 октября 2024 года изменяется правило осуществления предпринимательской деятельности для субъектов малого бизнеса. Это один из этапов реализации государственной стратегии развития малого и среднего предпринимательства. Беларусь – страна успешного предпринимательства, разработанная на период до 2030 года. Они приходят на помощь первыми. Четверть века. Во вторую субботу сентября отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Анастасия Мелешкевича о людях, которые спасают наши жизни. Спорткомплекс «Виктория» зажигал звезды. Таможенники трех дружественных государств – Беларусь и Россия, Кыргызстан – пять дней боролись за первенство в рамках международного турнира по мини-футболу. Кубок, золотые медали и главный приз. Ключи от служебного автомобиля. Команда Брестского областного управления департамента охраны стала победителем открытого республиканского смотра конкурса профессионального мастерства. Об этом и не только в программе «Итоги недели» на канале БУК-ТВ. Время идет, мир стремительно меняется. И вот мы уже на автомате включаем воду, чтобы умыться, заказываем доставку, чтобы вкусно, а главное быстро пообедать, садимся за ноутбук, чтобы выполнить свои рабочие задачи. И даже не задумываемся о том, что еще пару десятков лет назад о таком могли только мечтать, да? Жить в современном мире стало удобнее. А к комфорту, как известно, привыкаешь быстро. Но для того, чтобы продолжать его себе обеспечивать, необходимы люди с золотыми руками. Они с легкостью могут починить технику, приготовить вкусное блюдо или правильно рассчитать вас в магазине. Это люди, которые выбрали делом своей жизни рабочие специальности. И сейчас они на расхват. Ведь это престижно, востребовано и, что немаловажно, жалование достойное. Наши корреспонденты отправились в Брестский государственный торгово-технологический колледж и узнали подробнее о том, какие профессии считаются престижными сегодня. А также о судьбе тех, кто давно покинул стены родного училища. Сегодняшнее утро наша съемочная группа провела не в эпицентре городских событий, как это происходит обычно, а в ресторане «Базилика». Но отправились мы сюда по делу. Ведь именно здесь работает выпускник Брестского государственного торгово-технологического колледжа Алексей Иванюк. И не просто работает, а руководит всеми поварами. Он бренд-шеф этого ресторана, который еще будучи ребенком, а именно в пять лет, научился готовить. Тогда это было что-то простое и без изысков, но страсть к поварскому делу зародилась у него еще в то время. Потом было самостоятельное штудирование книг, эксперименты и огромное желание развиваться в этой сфере. А потому вопрос, куда пойти после школы погружаться в поварское дело, у Алексея не стоял. Я себя определил, что я пойду обучаться в Брестский торговый колледж наш. Собственно, там я получил хорошую базу. Я ездил на очень много всяких различных конкурсов. Это наши и брестские, и белорусские. Ездил и в Россию. Вот недавно ездил еще. В Хорватию мы ездили. Целая команда участвовала в конкурсе шеф-поваров именно. Если я не ошибаюсь, участвовало 30 стран. Было 600 участников. Да, я взял два золота, одно серебро. И попал в пятерку лучших шефов Европы. Да, уровень профессионализма впечатляет. А для этого готовят такие таланты в Брестском государственном торгово-технологическом колледже. Это одно из старейших и известных в своем направлении учреждений образования. Более 80% специалистов, которые работают в сфере общепита или торговли, учили в стенах Брестского колледжа. О востребованности училища красноречиво говорят и цифры нового набора на специальности. В этом году мы набрали на 100 человек больше. Сделали упор на профессии, которые очень нужны. Одна из самых востребованных профессий – это профессия повара. Поэтому мы набирали две группы в этом направлении, для того, чтобы готовить специалистов этого уровня. Кроме того, мы тесно работаем теперь по направлению с предприятиями, которые являются нашими базовыми. Это Санта-Брэмор, это продтовары по направлению торговли. Будем заключать новые договоры. Евроопт, Берестейский пекарь. Все хотят сотрудничать. И неспроста, ведь все знают, что здесь готовят настоящих профессионалов своего дела, которые доказывают это не только на словах. Помимо теоретического обучения у нас предусмотрено производственное обучение. Все ребята проходят практику в учреждениях, в кафе и ресторанах города Бреста. Естественно, мы стараемся организовать практику изначально, чтобы дети посмотрели, что такое кулинария с разной стороны. То есть это школьные столовые, сады, точно так же и рестораны, и кафе. То есть уровень гораздо выше. Помимо этого, на школе ежегодно в нашем учебном заведении проводятся конкурсы профессионального мастерства. И один раз в два года мы участвуем в республиканском конкурсе профмастерства профскилз. Вот победителями пятого чемпионата профскилз стала наша учащаяся Пашкевич Валерия. Мы готовились к этому конкурсу, очень переживали, очень много было проделано работы. В последние годы прослеживается хорошая тенденция в числе поступающих в колледж не только ребята из Бреста и области, но и со всей республики. Конечно, такие данные говорят сами за себя. Это свидетельствует лишь об одном – учреждения образования популярны и престижны, ведь предпочтения отдают именно ему. Я получился в Минск области, город Солигорск. По факту у нас больше развита горнодобывающая промышленность, но все-таки мне это как-то не нравится, как-то слишком тяжелый труд для меня. Пробовал еще, ну, как и все, конечно, пойти в IT. Разное программировал на разных языках, ну, на разные темы тоже. То сайты, то просто различные программы. Коклипиатор, конечно же, получался всегда на разных языках. Ну, в итоге понял, что это не мое, и думаю, дай после 9-го на повара пойду. И все, начали рассматривать несколько вариантов, думали, если самое ближайшее, что было, это Слуцк. Решили все-таки пойду в Брест. Так вот, приехали, все, даже всем понравилось, даже мама уже не сильно обижалась, когда поговорили с комиссией. Вот так вот поступил. История поступления Софьи Листовецкой не менее интересная. Девушка выбрала свою будущую специальность торговое обслуживание из-за прекрасного примера. Ее мама работает в сфере торговли уже более 20 лет, и сейчас девушка, пройдя практику, как никто другой, понимает все тонкости мамины работы. На практике достаточно, ну, нелегко, так сказать, потому что жена трудится, много запоминает вещей, много запоминаешь ассортимента, качества товара. Это все должно быть в уме. Также постоянно общаешься с людьми, что-то где-то подсказать, обращаются. А также хочу сказать то, что вообще в торговлю поступают очень творческие люди, потому что, ну, вот, если ты умеешь рисовать, ты поймешь, как выложить товар, как это красиво все поставить на витринах, на стеллажах. Да, творческая жилка присутствует практически в каждом учащемся, а хорошую базу знаний они получают от профессиональных педагогов. Учиться здесь одно удовольствие, тем более, что и техническая база соответствует всем современным требованиям. Здесь есть все для того, чтобы организовать технологический процесс, торговый, технологический процесс, начиная от приемки товара, его фасовки, его оформления и выкладки его в торговом зале. Поэтому мы считаем, что этот учебный центр один из самых лучших в Республике Беларусь, его действительно нигде нет. И много к нам приезжало гостей, даже были зарубежные гости, которые смотрели и удивлялись, так сказать, как мы сумели это сделать. А смогли создать такие условия в том числе и благодаря помощи спонсоров открытого акционерного общества «Продтовары». Ирина Левчук, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ». В эфире «Итоги недели» мы продолжаем программу. Наверное, каждый из нас хотя бы раз задумывался о том, чтобы попробовать себя в бизнесе. Малом или среднем это не так уж важно. Главное – заниматься любимым делом, развиваться и получать доход. Кто-то после таких рассуждений возвращался в привычную рутину, понимая, что степень ответственности и вовлеченности в новое дело слишком высока. А кто-то менял свою жизнь на 180 градусов и начинал все сначала. Оформлял свою идею документально, находил помещение, нарабатывал базу клиентов, закупал материалы и так далее. Риски оправданы, потому как малое и среднее предпринимательства являются одними из приоритетных секторов белорусской экономики. Но здесь важно все сделать по совести, не только в свою сторону, но и государство. А регулировать это поможет новый закон, который вступит в силу уже с 1 октября 2024 года. Наши корреспонденты разобрались в теме. В нашем разговоре с Оксаной Полу, судью экономического суда Брестской области, речь шла об изменениях с 1 октября 2024 года правил осуществления предпринимательской деятельности для субъектов малого бизнеса. Это нововведение для многих не стало неожиданностью, потому как данные изменения являются одним из этапов реализации государственной стратегии развития малого и среднего предпринимательства. Беларусь – страна успешного предпринимательства, разработанной на период до 2030 года. С 1 октября к субъектам малого предпринимательства будут относиться граждане, которые осуществляют индивидуальную предпринимательскую деятельность, то есть сами индивидуальные предприниматели, ремесленники, лица, осуществляющие самостоятельную профессиональную деятельность, лица, занятые в сфере агро-туризма. Также к субъектам малого предпринимательства будут относиться малые организации. Это коммерческие организации с численностью работников в среднем за год до 100 человек включительно. К субъектам среднего предпринимательства будут относиться коммерческие организации, средняя численность работников которых составляет от 101 до 250 человек. Разраничены виды деятельности, которые вправе осуществлять индивидуальные предприниматели, лица, осуществляющие самостоятельную профессиональную деятельность и ремесленники. Такие перечни в настоящее время утверждены постановлениями Совета Министров Республики Беларусь. В дальнейшем в данные списки изменения будут вноситься не чаще, чем один раз в два года. При этом времени, чтобы подстроиться к новым условиям, у предпринимателей будет достаточно – порядка шести месяцев. Что касается субъектов индивидуальной предпринимательской деятельности, то к таковым с 1 октября 2024 года будут относиться сами, как говорилось, индивидуальные предприниматели. Для этого гражданинам необходимо пройти государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и выбрать один из видов деятельности, которые предусмотрены соответствующим перечнем. Также сохранено право на привлечение работников в количестве до трех человек. Сама занятые или, как их называют, или лица, осуществляющие самостоятельную профессиональную деятельность, осуществляют деятельность без нанимателя, не могут привлекать наемных работников. Виды деятельности также должны соответствовать перечню. И в начале осуществления деятельности с применением особого режима налогообложения они должны уведомить налоговый орган. Ремесленники также не могут привлекать к своей деятельности другие граждан, могут иметь до трех учеников, осуществлять деятельность опять-таки по соответствующему перечню, при этом осуществляемая ими деятельность должна соответствовать национальным белорусским традициям. И о своей деятельности они также должны уведомлять налоговый орган. Лица осуществлять деятельность в сфере агротуризма, могут осуществлять такую деятельность после принятия решения местным органам власти, и осуществлять деятельность в соответствии с правилами, установленными главой государства. А входит в список этих традиционных, аутентичных ремесел такие виды деятельности, как изготовление изделий ручного ткачества, национальных музыкальных инструментов, пряжи, а также кузнечное дело. Их утвердили документально указом президента Республики Беларусь 21 августа 2024 года. Для тех, чей вид деятельности не попал в список, расстраиваться и закрывать свое дело рано. Талантливый мастер сможет продолжать радовать своим творчеством, но уже в качестве самостоятельной профессиональной деятельности. Сюда можно отнести, например, изготовление мыла, свечей, а также свадебных аксессуаров. В зависимости от режима налогообложения, осуществление ремесленной деятельности будет возможно при уплате налога на профдоход, либо ремесленного сбора. В случае выбора физическим лицом уплату ремесленного сбора, физическому лицу необходимо обратиться в местные исполнительные органы. Основания для принятия местными органами решения об уплате физическим лицом ремесленного сбора следующие. Это наличие статуса народного мастера, либо членство в Белорусском союзе мастеров народного творчества, работа в должности мастера народных промысел, ремесел, получение пенсии по возрасту или за выслугу лет, а также инвалидность первой либо второй группы. Проживание в малонаселенном пункте – это до 50 человек. Условия для того, чтобы стать плательщиком налога на профессиональный доход максимально просты. Установить приложение, которое так и называется «Налог на профессиональный доход» на свой телефон или компьютер. И через это приложение проинформировать налоговый орган. Удобно, быстро и даже ходить никуда не нужно. Введен запрет на использование в ремесленной деятельности промышленных машин и оборудования. При этом ремесленникам предоставлена возможность сбыта изделий на арендуемых площадях, в торговых и иных объектах, торговых центрах, в интернете, а также через юридические лица и индивидуальных предпринимателей по гражданско-правовым договорам. Утверждены формы заявления физического лица о принятии решения о применении сбора за осуществление ремесленной деятельности и уведомления о прекращении применения сбора за осуществление ремесленной деятельности в добровольном порядке. Резюмируем. Для тех предпринимателей, чья деятельность не вошла в установленные списки, есть достаточное количество времени, чтобы определиться, как они будут работать дальше. Решить свою дальнейшую судьбу и правильно оформить все документально можно будет до 31 декабря 2025 года. Тем предпринимателям, которые решили создать юридическое лицо, необходимо определить организационную форму этого юридического лица, определить наименование, согласовав с регистрирующим органом, определить местонахождение юридического лица. При этом такое местонахождение может быть и жилое помещение индивидуального предпринимателя, и порядок начисления платы за жилищно-коммунальные услуги при этом не изменится. Уведомить работников своих о том, что он будет осуществлять новую деятельность в качестве юридического лица, предложить им перейти в юридическое лицо. Принять решение о создании юридического лица, разработать устав, представить налоговую декларацию, налоговый орган составить, подписать передаточный акт, ну и собственно обратиться за самой регистрацией. При этом не надо будет проходить процедуру сначала прекращения деятельности предпринимателя, потом регистрировать новое юридическое лицо, потому что с момента регистрации юридического лица деятельность предпринимателя будет автоматически прекращена. Ирина Левчук, Эдуард Бакунович, Юрий Лемантович специально для программы «Итоги недели». В программе «Итоги недели» самое важное, что происходило в течение семидневки в Бресте. Говорим о главном. Книга – самый лучший источник знания и вдохновения. С ней мы знакомимся еще в раннем возрасте, слушая любимые сказки перед сном. Книги – наши лучшие друзья в школе. Без них было бы сложно постигнуть любую из наук и стать тем, кем мы сегодня являемся. Самая важная информация для человечества хранится в глубинах страниц и переплетов. Читая книги, человек повышает свой словарный запас, становится грамотным и интересным для окружающих. Но что делать тем, кто не имеет физической возможности прочесть любимое произведение? Такой важный вопрос не мог остаться незамеченным. Где в Бресте можно прочесть книгу, напечатанную шрифтом Брайля? И как это учреждение готовится ко дню библиотек, которые в Беларуси отмечают 15 сентября? Ответы на эти вопросы знает моя коллега Янина Даниленко. Чтобы увлечься прочтением любимой книги, некоторым недостаточно проявить желание и выделить для этого свободное время. Есть люди, которые имеют ограниченные возможности по зрению, но их любовь к литературе и произведениям любимых авторов сильнее. Для этого и существует специальное учреждение для слабовидящих пользователей, библиотека филиал номер 12 для инвалидов по зрению и людей с ослабленным зрением, в которой предоставлены все возможности для чтения. Сегодня те люди, которые имеют проблемы со здоровьем, они решают не только вопросы, так скажем, культурного обогащения или возможности чтения, это еще место встречи таких же, как они. И те работники, которые выполняют функции в таких учреждениях, это и психологи, и учителя, и наставники, и помощники, и как их можно не обзывать, и все в одном хорошем слове «библиотекарь». Поэтому, наверное, и было принято решение прийти, наверное, поздравить, потому что эта библиотека для города и области уникальна, она, можно сказать, в единственном числе. И они действительно, люди, заслуживают уважения и внимания со стороны не только простых жителей и органов власти, но и просто неравнодушных, кто хочет любой ценой или вниманием помочь этим людям. В преддверии профессионального праздника Дня библиотек специальные учреждения поздравили и вручили подарки представителей городской власти и Белорусское товарищество инвалидов по зрению. Здесь все социально значимые даты Республики Беларусь отмечаются. Пусть наши инвалиды по зрению, в большей части, люди преклонного возраста, пожилые, но это тем более значимо и важно для них, не сидеть в четырех стенах, а прийти и здесь и окунуться в эту прекрасную атмосферу любви, внимания и заботы. Спасибо вам большое. В числе приглашенных гостей торжества постоянные читатели и посетители библиотеки нашлись и самые талантливые, чьи песни прозвучали для всех присутствующих. Измахнуть крылами, словно птица, Измахнуть крылами, словно птица. Такая библиотека с такой вот инклюзивной составляющей, она важна очень по многим направлениям. Ну, в первую очередь, сама функция информирования людей с нарушением зрения. То есть, если тебе надо, ты можешь читать литературу специальным шрифтом, можешь увеличить себе до удобного тебе формата и можно просто взять аудиоверсии книг. То есть, вот эта первая функция непосредственная, она, конечно, очень важна. Есть еще функция коммуникации людей, незрячих друг с другом, потому что это все-таки сообщество, это понимание, это какая-то поддержка особая, теплая. Но и коммуникация с людьми, которые видят хорошо и просто приходят в библиотеку как читатели для сплочения общества, это тоже очень здорово и очень полезно. На базе библиотеки для инвалидов по зрению и людей с ослабленным зрением трудятся те, чья любовь чувствуется в каждом уголке. Они ежедневно не только осуществляют обслуживание в стенах библиотеки, но и выезжают на рабочие места, осуществляя также доставку книг на дом. Приоритетным направлением является работа с инвалидами по зрению. Для этого у нас в библиотеке есть все условия. В первую очередь, да, конечно же, как в любой библиотеке, главным является фонд библиотеки. Это специальная литература. Литература, кроме обычных плоскопечатных книг, которые вы можете видеть у нас на стеллажах, у нас еще есть книги, напечатанные шрифтом Брайля. У нас 980 экземпляров брайлевских книг. Кроме этого, большой фонд озвученной литературы на дисках. Но уже в последнее время, естественно, пользуется спросом электронной библиотеки «Литрес», так как на нее подключиться можно через нас абсолютно бесплатно. С книгой можно мечтать, думать, советоваться и даже спорить. Книга может стать надежной опорой в нужную минуту и помочь разобраться в себе. Но главное, она дает возможность видеть то, чего мы не замечаем. Увидеть незримое. Янина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итоги недели». Продолжаем выпуск. Вряд ли кто-то станет оспаривать прописную истину, что медицинские профессии самые гуманные. Независимо от специализации, целью каждой из них остается исцеление болезней и сохранение здоровья человека. Изо дня в день рядовые работники медицины исполняют свой долг, порой ставя под угрозу собственную жизнь. Речь идет о врачах и фельдшерах скорой помощи. Именно их деятельность, казалось бы, малозаметная на первый взгляд, порой становится связующим звеном между жизнью и смертью. А потому не зря почти четверть века во вторую субботу сентября отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Наши корреспонденты отправились на одну из станций Брестка скорой помощи и узнали, как выглядит подстанция изнутри, что находится в машине скорой помощи и кто эти люди, которые спасают наши жизни. Ответы на эти вопросы в следующем сюжете выпуска. Ни для кого не секрет, что оперативность скорой помощи зависит не только от технического обеспечения и состояния транспортных средств, но и от расстояния, которое бригада врачей должна преодолеть на пути к больному. Еще 25 лет назад скорости хватало, интенсивность дорожного движения была ниже. А теперь с появлением новых жилых районов на порядок выросло все. И расстояние, и число вызовов. Скорая диспетчер 8, здравствуйте. Алло, что беспокоит? Головная боль и головокружение, да? Головная боль и головокружение. Скажите, пожалуйста, как давно началось? Супер. То есть, что-нибудь принимали от головной боли? Да, принимала. Принимала. Вот так, набрав номер 103, вызов поступает в главный диспетчерский центр. Его обрабатывают и определяют бригаду, которая поедет на помощь больному. Служба скорой медицинской помощи города Бреста представлена одной станцией скорой помощи, которая располагается здесь, на улице Суворова, 55. Также здесь, на этой станции, имеется подстанция Юго-Запад. Три подстанции по периметру города. Это на Речице, в центре, на Пушкинской, и на востоке, на улице Локтионова, возле центральной городской больницы. Также имеется у нас два поста круглосуточных. Один пост деревни Домачево и один круглосуточный пост фельдшерской бригады на Варшавском переходе. На сегодняшний день наша служба города Бреста представлена 32,5 бригад скорой медицинской помощи. Из них 19,5 бригад фельдшерские, 8 бригад интенсивной терапии, так называемые реанимационные бригады, 4 педиатрических и 1 психиатрическая бригада. Сегодня именно работники скорой медицинской помощи – те, кто первыми принимает бой с болезнями и травмами, порой несущими прямую угрозу жизни пациента. Профессия врача или фельдшера – скорая – одна из самых сложных, напряженных, грозящих эмоциональным выгоранием. Но люди, преданные своему делу, долгие годы остаются в ней. Кадров у нас на самом деле в службе скорой помощи всегда хватает. У нас практически стопроцентная занятость, всегда в любое время года. Люди должны быть, помимо, понятно, что они должны быть очень грамотными, подкованные и теоретически, и практически. Но здесь очень важный фактор – они должны быть крайне стрессоустойчивыми. Потому что то, что мы видим на вызовах, на местах происшествия, на местах чрезвычайных ситуаций, не каждый морально готов это вынести, так скажем. Далеко не каждый. И те, кто у нас проработал, вот если протянули больше пяти лет, то они уже отсюда не уходят. Этот адреналин затягивает. Если любит человек хоть немного экстрима, когда включаются мигалки, и ты понимаешь, что едешь реально спасать жизнь, это затягивает. Вот такие люди у нас и трудятся. Это и фельдшера, и врачи. Случайных людей среди работников скорой помощи не бывает. И пример тому Александр Тихончук, заведующий подстанцией «Восток», который работает в сфере медицины порядка 20 лет. Начинал свой путь с фельдшера, а после окончания медицинского университета пришел работать в Брест на станцию скорой помощи. Любовь к делу всей жизни появилась благодаря родителям, которые были тем самым примером в медицине. Я родился в семье врачей и, в общем-то, вырос на капоте УАЗика, если можно так сказать. Поэтому мне это было интересно с детства. Традиции не меняются, я продолжаю традиции своих родителей. Работа интересная, она всегда непредсказуемая. Каждый вызов индивидуален. Несмотря на то, что поводы приблизительно одинаковы бывают, тем не менее, люди всегда разные. И, соответственно, по-разному приходится реагировать на какие-то ситуации, казалось бы, однотипные. Это интересно. Много очень неординарных каких-то ситуаций, когда приходится оперативно достаточно думать, принимать какие-то решения. Тоже порой бывают они нестандартные, для того, чтобы помощь оказалась максимально эффективной, и чтобы был достигнут положительный результат. Порой приходится очень много усилий прикладывать, и в походных условиях в том числе. Поэтому это затягивает. Тот, кто проработал, наверное, на скорой помощи года два, отсюда редко уходит. Действительно затягивает. Специфическая профессия. Здесь должен быть особый склад ума и особый характер. Очень часто, чтобы установить диагноз и спасти человека, есть всего несколько минут. При этом решение нужно принимать самостоятельно, без лабораторных исследований. А потому волнение у бригады, которая выезжает на выезд, всегда присутствует. По словам Александра Александровича, каждая смена достаточно напряженная. За редким исключением бывают спокойные дни и ночи. При всем этом он любит свою работу. Коллектив благодарен коллегам, потому что без взаимопонимания и поддержки на скорой работать невозможно. Как и у всех людей, волнение всегда, даже на простых вызовах, первое время присутствовало. И, честно скажу, приходилось иногда где-то сдерживать себя, чтобы руки не дрожали, голос был спокойный, ровный. Наверное, лично у меня около месяца была такая достаточно стрессовая ситуация на каждом вызове. Ну, а потом, соответственно, люди привыкают и адаптируются ко всему, и я в том числе. Поэтому через какой-то определенный промежуток времени уже даже стрессовые ситуации не пугали, потому что работа на скорой предполагает постоянный стресс. Передача опыта от старших коллег, безусловно, имела огромнейшее значение. И если бы не подсказки, ну, было бы, наверное, самому сложнее. Несмотря на свой 20-летний стаж работы, Александр Тиханчук чужую беду пропускает через себя. Ведь, к сожалению, равнодушным остаться тяжело. Не пропускать через себя невозможно. Каждый случай, особенно летальный, он все равно проходит через душу каждого медицинского работника, не только врача. И это везде, а не только на скорой помощи. Это и в стационарах все равно точно так же, одинаково. Мы все люди такие же, как и все остальные. Всегда переживаем, всегда продумываем. И, к сожалению, если брать все близко к сердцу каждый раз, то, наверное, можно и собственное здоровье немножечко подорвать. Поэтому со временем стараемся психологически, наверное, ну, по крайней мере, я, немножечко абстрагироваться от данной ситуации, которая там, конкретной ситуации, которая произошла на Лизе. Иначе будет очень тяжело. Современное обеспечение выездных бригад существенно отличается от того, как снабжали бригады скорой помощи еще несколько лет назад. Теперь у них на службе спецавтомобили, оснащенные приборами экстренной помощи. Есть аппараты искусственной вентиляции легких, электрокардиограф и другое специальное оборудование. Всевозможные экспресс-тесты позволяют в максимально короткие сроки и точно поставить диагноз. Но самое главное, что остается неизменным, это люди, которые незамедлительно выезжают на вызов, чтобы спасти еще не одну жизнь. Анастасия Милишкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимантович специально для программы «Итоги недели». На трибунах центральной арены Брестского спорткомплекса «Виктория» царит шумная и взволнованная атмосфера. Финальная игра международного турнира по мини-футболу среди сборных команд таможенных служб проходила в достойной борьбе. Таможенники трех дружественных государств в Беларуси, России и Кыргызстана пять дней боролись за первенство. По результатам круговой борьбы в финале турнира оказались страны-союзники и лучшие друзья. Команда Государственной таможенной службы Республики Беларусь и команда Федеральной таможенной службы России. Исход матча решила финальная серия пенальти. Все подробности в материале Янина Даниленко. Поддержать команду Государственной таможенной службы Беларуси в финальной битве приехали коллеги со всех уголков страны. А ведь еще утром те, кто наслаждался игрой, давали присягу перед лицом Отечества у вечного огня Брестской крепости Герой. Теперь уже полноправные сотрудники таможенных органов могут в неформальной обстановке получить яркие эмоции от значимого дня. С сегодняшнего дня в Брестской таможне он очень насыщенный. Во-первых, мы с утра приняли в нашей героической, прославленной Брестской крепости республиканскую присягу. Это к нам прибыли все наши молодые, уже полноправные, полноценные коллеги со всех регионов нашей республики. А это около 200 молодых сотрудников. И мы в этот знаменательный день, конечно же, их всех сюда пригласили на завершение нашего международного турнира. Сборная команды Государственного таможенного комитета Республики Беларуси, которая, кстати, состоит в основном из сотрудников Брестской таможни, считаю, что достойно сражалась в финале. Конечно же, в упорной борьбе путем финальти победила, достойно победили наши коллеги, наши друзья из Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Пять дней непрерывных игр выявили лучших из лучших. Команде Кыргызской республики повезло в этом году меньше. Удержать статус чемпионов им не удалось. До финала дошли лишь самые выносливые. Команда Государственной таможенной службы Республики Беларусь и команда Федеральной таможенной службы России. Весь матч обе команды шли на равных, и лишь дополнительное время и серия пенальти помогли выявить победителей. Ими стали наши близкие друзья из России. Изначально хочется сказать спасибо, конечно, команде всей, потому что у нас усеченный состав. Еле-еле мы, скажем так, дошли до этого финала, но вот выложили все, у нас ничего не осталось. Поэтому спасибо, конечно, как я и сказал изначально, что мы себя чувствуем здесь как дома. И болельщики вот даже, не знаю, хлопали. Казалось бы, мы гости, а нам хлопали как своим. И это, конечно, помогает. Ну, конечно, тяжело, потому что команда у вас фантастическая. И моложе, я не знаю, техничный. Но у нас опытная команда, поэтому вот мы отдали все, как получилось, вот отдали все, и так получилось, так сложилось. Пенальти, сами знаете, что по пенальти, это никто не знает, что будет. Так сложилась судьба, сегодня победили мы, но опять же спасибо большое за такой финал. В торжественной обстановке прошло награждение победителей и закрытие 16-го международного турнира по мини-футболу. Должностные лица таможенного ведомства поздравили участников под аплодисменты болельщиков. Всем присутствующим военный оркестр в войсковой части 55-26 внутренних войск МВД Республики Беларусь подарил музыкальный подарок. Спортивное соревнование – это всегда праздник, где главным является выявление сильнейших. В этом году турнир по мини-футболу запомнится многим своей шумной и веселой атмосферой. Буря эмоций, конечно же, возможностью объединиться в единой игре, найдя новых друзей. Я Нина Даниленко, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Надежность, мужество, профессионализм. Такой слоган у тех, кто круглосуточно стоит на страже нашей безопасности. Речь идет о сотрудниках Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Они ежедневно выполняют сложные боевые задачи по охране общественного порядка на различных объектах, в зонах постов и маршрутов патрулирования. Обеспечивают спокойный сон и безопасность граждан. Всегда на чеку и в полной боевой готовности. Доказать правдивость вышесказанного в областном центре собрались участники открытого республиканского смотра конкурса профессионального мастерства сотрудников Департамента охраны МВД. На протяжении четырех напряженных захватывающих состязательных дней восемь команд боролись за звание лучших и проверяли свое мастерство в различных дисциплинах. Наши корреспонденты рассказывали вам о первом дне соревнований. А сейчас пришло время подвести итоги и узнать, кто стал лучшим из лучших. Ирина Левчук продолжит тему. 21-й открытый республиканский смотра конкурс профессионального мастерства Департамента охраны Министерства внутренних дел объявляется открытым. Вот так торжественно и ярко, сохраняя добрую традицию, был зажжен памятный огонь и дан старт 21-му смотру конкурсу профессионального мастерства сотрудников Департамента охраны МВД. Восемь команд из представителей Минского городского, а также всех областных управлений, команды управления по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в течение четырех дней, демонстрируя свое мастерство, силу, навыки и знания, будут состязаться за звание лучших. Сегодня Департамент охраны – это та структура, которая обеспечивает общественную безопасность в нашей стране, охрану особо важных предприятий, стратегических объектов, а также помещений с личным имуществом граждан. Кроме этого, у нас появляется в Беларуси новый блок и новая возможность – охрана жизнедеятельности наших граждан. Для этого требуются высококвалифицированные специалисты в нашей отрасли и конкурс профессионального мастерства наших сотрудников. Это экзамен, который мы сдаем вместе от охранника службы стражевой охраны до руководителя департамента. Я уверен о том, что мы оцениваем уровень своей профессиональной подготовки, внесем коррективы в наши программы готовности и надеемся о том, что в дальнейшем департамент будет таким же надежным для граждан нашей страны и безопасным. Уже более 70 лет, находясь под знаком «Мудрые и всевидящие совы», они надежно защищают граждан нашей страны и соответствуют мировому уровню общественной безопасности. Не отстают они и в спортивных показателях. Сотрудники сильнейшего подразделения МВД на республиканском смотре-конкурсе горячо боролись за пальму первенства, проявляя свои лучшие качества и еще раз подтверждая, что готовы в любой момент и в полной мере обеспечить надежную охрану граждан. 21-й конкурс профессионального мастерства вообще многообразен. У нас участвуют все профессии, начиная от рядового милиционера, заканчивая нашими электромонтерами, дежурными пульта управления, работниками стражевой охраны. Вообще конкурс ежегодно становится экзаменом, целый год сотрудники готовятся к нему, работники в том числе. Ну и лучших из лучших мы выявляем в наших экзаменах, в состязаниях, что позволяет нам оценивать и вносить коррективу в обучение наших сотрудников. Открытый республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства сотрудников департамента охраны МВД – захватывающее зрелище, которое никого не оставило равнодушным. На протяжении четырех напряженных состязательных дней участники демонстрировали свое мастерство, волю, стремление к победе и умение преодолевать любые препятствия. Все дни, четыре дня, наши сотрудники проявляли профессиональное свое образование. Они четко выполняли те поставленные задачи, которые ставили им судьи. И можно сказать о том, что каждый из них, кто-то лучше чуть-чуть, кто-то хуже, но ту задачу, которая стояла перед ним, они выполнили. И сегодня уровень профессиональной подготовки и образованности личного состава департамента охраны находится на самом высоком уровне. Противостояние было по-настоящему жарким, ведь соперники очень сильные и отважные. Настоящие профессионалы своего дела. А потому получить призовую медаль в борьбе с такими профи в разы приятнее. Весь год у нас такой результативный. Мы от соревнований к соревнованиям. И там призовое, и тут призовое. В общем, у нас стезя пока в призеров идет. И в этот раз я тоже был уверен, что мы будем все-таки на пьедестале. Но напарник мой помог взорваться на самое высокое место. Командой мы заняли второе место в тактических упражнениях. Мы задержали преступника. Мы сделали все тактически грамотно. Немножко Гродо нас обскакало, но это им пока форумы дали. Пусть они порадуются. Мы в следующий раз им не дадим ни грамма вот этого вот слабинки. А так смотрите, сколько у нас много всего призов. Вся команда блещет. Молодцы. Я думаю, мы еще поедем на вот той машине. Теряться в догадках, насколько пророческим вышло это заявление, не пришлось. Момент вручения самой долгожданной награды наступил. И первое место заняла наша команда – сотрудники Брестского областного управления департамента охраны МВД. Внимание! Крупах! Брестское областное управление! Помимо кубка, золотых медалей и престижного места победителя, Брестская команда лучших участников смотра конкурса получила главный приз – ключи от служебного автомобиля. Ирина Левчук, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович. Специально для программы «Итоги недели». Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события. Какими их увидели корреспонденты Бук-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте 54-63-67. Ну а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал Бук-ТВ. Я, Виктория Гапутина, говорю вам до встречи. И, как всегда, желаю мира, стабильности, здоровья и добрых новостей в ваших домах. Редактор субтитров А.Семкин